МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня! Доброго дня! Сегодня темой нашей программы стала летняя тема отдыха. Будем рассматривать ее со всех сторон. С психологической, с точки зрения бизнес-тренера, с точки зрения тех людей, которые занимаются собирательством, и даже с точки зрения депутата Илтумена. Ты умеешь отдыхать, Аня? Ой, ну, знаешь, тема отдыха для меня кажется темой искусства, потому что говорят, надо уметь отдыхать. Но при этом для меня самой отдых, ну, такое понятие, немного расплывчатое, потому что... То есть ты на работе тоже отдыхаешь? Да. Ммм, красавица просто, гармоничный человек. Ну, а мы здесь находимся не зря. Это рубрика «Ностальжи». Мы будем все это рассматривать подробно. Уже Аня рассказала истории, связанные вот со всевозможными монетами. Ну и вообще все это просто прекрасно. Мы всего этого ждем, не дождемся. А пока всем еще раз говорим доброго дня. Логично было бы начать тему отдыха с того человека, который вообще, по-моему, никогда не отдыхает. Я приглашаю в студию Аленушку Лепа, нашего бизнес-тренера. Давайте расходимся, рассядемся. Здравствуй, Алена. Здравствуйте. Привет, Аленушка. Здравствуйте. Слава богу, уже наступает лето, мы уже такие расслабленные, да? Скажите. Да, летние почти. Да, летние почти. И отдых, он вот нас сопровождает. Мне кажется, уже начал сопровождать. Кстати, это очень сильно мешает работать. Потому что прям хочется вот уже отдыхать, а работать все равно еще нужно. Вот. Поэтому сегодня тема такая актуальная. Ну, как отдыхать? А то, что я сказала, что я на работе отдыхаю. Я даже дома, дочка, она надо мной смеется. Я все время говорю, ладно, ребята, хорошо, все. Я пошла домой. И дочка говорит, ты не дома, мама. То есть, ну, ты что, да? Да, да, это просто так выходит. Ладно, я домой. Понятно. То есть, на работу. Ну, вообще, Аня поделилась со мной за эфиром тем, что она, ну, действительно не разделяет у нее что отдых, что работает, и примерно такое равное течение времени ее деятельности. При этом у нее потрясающая гармония, ну, на мой взгляд, с окружающей средой. Она, во сколько бы ни легла, встает в 5.30, в 6 утра. Замечательно вообще. Как вы думаете, такое можно себе воспитать? На самом деле это практикуется, ну, как бы не постоянно, у меня это было. Просто вот это, когда ты вошла в гармоническую связь со всей вселенной. Давай громкие слова найдем. Так, что скажет нам наш бизнес-тренер? Ну, Оль, вы сказали такую очень интересную фразу про поводу, как в себе это воспитать. Да. Ну, слушайте, ну, это нельзя в себе воспитать. Ну, я не знаю, ну, для меня как-то вот воспитать в себе умение или воспитать в себе гармонию, ну, как-то вот эти вот слова друг с другом не вяжутся. Да? Все-таки, если мы говорим про отдых, вот абсолютно с вами согласна про то, что, знаете, я ради интереса залезла в интернет и посмотрела, думаю, вдруг есть где-то там в аналах какая-то формула отдыха. Знаете, что мне выскочило на формулу отдыха? Какая-то туристическая компания изобила, собственно, там весь поисковик. То есть я просто для себя сделала выводы, что, ну, формулы отдыха как таковой, я думаю, что не существует вот в таком варианте. Ну, каждый для себя либо выведет, либо не выведет. Ну, вы-то нам помочь можете. Конечно. Ну, помочь, вот, ну, чем я вам могу помочь? Давайте сначала разберемся вообще про отдых. Каждый отдыхает по-своему. Вот. И один человек действительно отдыхает на работе, потому что он занимается своим любимым делом. Меня, например, тоже моя работа очень сильно не напрягает. Потому что когда ты в процессе этого всего находишься, ты получаешь такое количество удовольствия, что физически, может быть, ты и устаешь, но вот голова твоя как раз наоборот абсолютно отдыхает. Потому что если мы говорим про физическую усталость и про усталость умственную, то это очень разные. И по энергопотреблению они иногда могут быть одинаковые, и умственно это может быть посерьезнее. Но если мы говорим вообще про отдых как вообще про отдых, то здесь, наверное, все-таки вот все равно про воспитание вот хочется чуть-чуть добавить. Тут скорее соблюдение режима отдыха, согласитесь, да? Потому что вот это наше чудесное «я отосплюсь в воскресенье». Ну, это тоже, наверное, своего рода режим. «Не спать, не спать, а то спаться в воскресенье». Мне хочется тоже декларировать сейчас и говорить, потому что все знают, что надо вовремя ложиться спать, надо вовремя кушать и так далее. И в очередной раз я думаю, что сейчас те, кто видят меня, скажут, опять все то же самое, да? Вот что же сделать, вот эту волшебную штуку какую-то такую найти, чтобы очень как-то быстро включаться. Я вам хочу сказать, все здесь с одной стороны, конечно, сложнее, потому что дисциплина всегда сложна, как сказала одна великая актриса, к сожалению, я не помню, что мне повезло очень в детстве, меня научили дисциплине. И с другой стороны, это все-таки, вот для меня, по крайней мере, отдых, вернее, знаете как, я немножко от обратного пошла в своей жизни. Не от отдыха, а от напряжения. Вот когда ты там более осознанно проживаешь свою жизнь, тогда у тебя вот всякая суета не цепляется и не мешает тебе жить подругой. Да, вот совершенно правильные слова. А тебя отваливается как шлак, все лишнее и ненужное, начиная с мыслей, слов, эмоций. И оказывается, что ты не так устаешь, что отдых и работа это примерно одно и то же. Вот, наверное, у Ани так и произошло. Ну, вот суета, 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 вот это вот... Угу, отошла. Когда ты не находишься здесь и сейчас, а когда ты все время куда-то спешишь, все время от чего-то напрягаешься. И вот я рассказывала в прошлом эфире о москвичах, которые все время бегают. Да, говорила. Ну, это они все время бегут, бегут. Бесконечный процесс. Да, и я даже, знаете, как там хотел, ну, как опыт, да, экспериментировала. Значит, я спускалась по эскалатору, девушка бежит. Я думаю, успеет ли она, то есть она попадет... В поезд раньше меня или нет? В поезд раньше меня или нет. Запомнила ее одежду и так далее. Вниз спустилась спокойно абсолютно, ну, в таком состоянии. Мы вместе с ней вошли в поезд. Ну, потому что... Ну, и поезд каждые 3 минуты. 3 минуты жизни решает, то есть заставляет человека столько напряжения на себе испытать 3 минуты. Ну, 3 минуты же можно постоять и порелаксировать. Ну, согласитесь, что к этому прийти надо. Да, да. Абсолютно согласна. И я такой была, как и эта девушка, которая бегала. Я тоже помню, читала, да. И я такой же очень... Я тоже когда... Вы знаете, вот не буду обманывать иногда и до сих пор ты бежишь. Но ты просто сейчас уже... Сейчас я уже когда бегу, я уже такая... Осознанно. Ты куда бежишь вообще? Да, 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 останавливаешься. Как раз останавливаешься и уже дальше становится все. Вот эту штуку воспитать, я думаю, в себе даже было бы очень неплохо, потому что, ну, вот мы очень много делаем в параллели. Есть же вот эта история, когда моешь чашку, мой чашку. Вот. И ничего, кроме этого, делать не надо. Ну, может, сегодня... Сегодня вот... Очередной раз поймала себя на мысли. У меня там работал телевизор, какая-то программа шла. Я здесь пыталась, значит, делать уроки английского. Я понимаю, что я не там, не там. Выключила одно великолепное... Успела все. И то, и другое, и третье. Тут вопрос про отдых, это все-таки вопрос про то, чтобы не загонять. Знаете, есть такой отдых, от которого потом отдыхаешь. Вот это вот тоже какая-то странная история для меня, да? Это же как так надо отдохнуть, как мне не надо сказать, я так хочу отдохнуть. Я сейчас поскорую с тобой, когда такая компания, такой драйв, ну, в общем, сложно остановиться. Кто знает, тот понимает, да. Вот это вот называется активный отдых. Какой же это активный отдых-то? Когда за столом сидят или в шезлонгах, очень активно мы там сидим и активно потребляем. Да, вот мне про это кучу. Ну, вот это вот потребление и общение, мне кажется, это активный отдых. А вот сегодня почему-то у меня ассоциация, все время, когда Алена говорила слово отдых, возникала такая ассоциация. Лежу, ни о чем не думаю. На плензвездочкой. Просто лежу. Вот это и есть отдых. Вот такая ассоциация шла. А потом, думаю, не знаю. Ну, вот знаете, вот у меня тоже, я лично для себя такую формулу вывела, что я отдыхаю, когда у меня отдыхает голова. Вот именно голова. Физически можно... Потому что физически ты по инерции, особенно это женская история, когда мы в параллеле делаем много вещей, а голова-то все время думает. И я как-то поймала себя на этой мысли, когда не так давно была на массаже. То есть я вышла из массажа, мне девочки спрашивают, как обычно, ну как? А сегодня не получилось. Она говорит, а что такое? Ну, она там, конечно, про мастера подумала и так далее. Я говорю, потому что я не смогла отключиться. Я прям лежала и накручивала, и накручивала, накручивала себя. И в очередной раз вспомнила такие упражнения, которые именно в свое время, когда была у меня очень такая стрессовая работа, у меня было очень много, большой объем информации, большое количество людей через меня проходило. И я вспомнила, каким образом я себя расслабляла. Так. И оно называется вспомнила, вспомнить все и начало работать. Поэтому с удовольствием поделюсь с вами этим упражнением. Круто. Итак, одно из упражнений, которое, допустим, связано с проблемами со сном. Вот когда, особенно очень активные люди, может быть, вы заметили, что вы, когда ложитесь в постель, естественно, идет проживание. Гоняет мысли вообще. Гоняет мысли. И иногда вот прям такое ощущение, что мы дугой вот. Да, то есть это где-то с затылком и пятками. Я научилась себя засыпать правильно, то есть не вырубаться, когда ты в коматозе, да, уже там в подушку и лег, а отключать постепенно каждую часть тела. То есть по большому счету мы ложимся. А мы можем сейчас сделать это упражнение? Ну попробовать давайте можем, просто физически мы его вряд ли не увидим. Да, главное не уснуть. Не переживайте, я вам после этого дам другое упражнение, которое бодрит наоборот, чтобы мы здесь не уснулись. Волшебные таблетки. Да, на самом деле, когда мы ложимся, и наша задача, начиная с пальчиков ног, просто почувствовать каждый кусочек тела своего, да, и мы начинаем откричать сначала пальцы, потом пяточки, потом икры, потом и так далее. Как правило, когда доходишь до плеч, человек засыпает. По-моему, это надо иметь дисциплинированный мозг, а мой мозг уже на стадии голени какой-нибудь опять вернется к дневной проблеме, и все. Оль, я вам серьезно говорю, первая вещь, что происходит, первая вещь, вы, во-первых, уходят у вас мысли, потому что вы концентрируетесь на теле, потому что все, что связано с телом, связано с дыханием, связано вообще с физикой, это такие базовые потребности организма, которые важнее умыслительных. анатомию как-то это снова проштудировать, посмотреть, вспомнить, где там связки, голеностопные суставы. Вы себе не отключайте печень, не надо отключать себе сердце, отключайте именно мышцы, потому что, когда у вас тело уложится, вот оно прям ляжет, вот тогда вы начнете засыпать, и тогда расслабитесь. И не надо для этого овец считать, потому что, когда ты овец считаешь, это тоже умственная деятельность. Да, я пробовала только слонов, но правда не получилось. Еще не получилось. Вот. И вот, это мой лайфхак такой, когда вот у меня действительно зашкаливает, и вот на массаже я вспомнила эту штуку, что отпусти себя, отдай человеку, он тебе все сделает, все как надо. И просто, дисциплина нужна только для того, чтобы не перескочить обратно на ход мысли, а вернуться обратно все-таки вот в такие телесные какие-то вещи. Потом вторая вещь, которая замечательно помогает в переключалках всяких разных, да, в таких, ну, это, конечно, дыхательная гимнастика, ну, куда же мы без нее денемся, потому что дыхание основа основ. И есть замечательные штуки, она должна дышать просто наоборот. Как это? Вы знаете о том, что у человека вдох на одну треть короче выдоха, то есть мы вдыхаем короче, выдыхаем длиннее. Ну, у меня так. У всех так. Сделайте наоборот. Да, вот, Оль, хотели прямо сейчас попробовать? А если одинаково? Я делаю уже. Я уже делаю. Ну, вообще физиологически. В центре нас учат делать одинаково, то есть на шесть. Или одинаково. Да. И также одинаково. Так меня сейчас разобрет. Это называется дыхание по квадрату. У меня все больше кислорода, наоборот. Есть такая штука, либо вы дышите наоборот, когда вы очень-очень долго вдыхаете, давайте попробуем даже сейчас. Я попробовала. И очень быстро выдыхаем, но это лучше сделать сидя, потому что на самом деле голова кружится где-то примерно после второго раза. Это не очень физиологично для человека. А есть такая штука, которая называется дыхание по квадрату. Очень помогает людям перед публичными выступлениями, когда вы прям можете взять, да, и там на руке, или где угодно, и просто вот... Да, то есть вдох, такая же доля паузы, такая же доля выдох, такая же доля паузы. Вот это тоже помогает... То есть рисовать прямо. Избавиться, да, от таких вот тревожных мыслей, и по крайней мере переключить. Вот я об этом говорю, да. Да, да, дыхание по квадрату. Да. И есть еще одна классная штука, упражнение, это когда вы устали, а вам нужно еще работать. Конечно, вы подышите, можете себя расслабить, а у вас там на утро какое-то важное совещание, а вам нужно что-то сделать. Сделайте упражнение, которое называется надувная кукла. Я его иногда делаю с участниками тренинга в конце. Надуваешься, так надуваешься. Для того, чтобы люди после... А после тренинга, как правило, особенно бизнесового, много информации, нужно еще вечер как-то прожить. Мы обычно это упражнение делаем, чтобы люди еще могли что-то там дома поделать. Вам нужно максимально-максимально... Хотите, прям покажу, как это выглядит, да? Да. Терактив сегодня физический. Значит, вы максимально-максимально расслабляетесь, как это возможно. И потом, знаете, такой условный насос, там можно... Может кто-то это делать, можете делать это... Пш-пш-пш, да. И вот мы под этим пш-пш-пш надуваемся вот ровно до состояния, ну это постепенно так мы вот, чтобы прям напряглось все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Потом нужно резко выдернуть шнур, да, и сказать пш-пш-пш-пш и сдуться. Потому что вы же знаете, сами прекрасно помните, что когда мы устаем, мы начинаем... Да-да, потягушки. Это то же самое, только мы это делаем осознанно. То есть мы так себя натягиваем максимально. Я однажды так натянулась, я чуть связку не потянула, но прям не сильно хотела напрячься. Натягиваем максимально, потом расслабляемся. Собственно, одного-два раза хватает для того, чтобы взбодриться и дальше... А потом все время зевать тянем. Вот прям сразу. Да? Да, когда я только потянулась, у меня сразу... Как будто взаимосвязанные какие-то вещи. Замечательно, ну позеваете, что же мешает-то вам? На отдых тянем. Вот так сделаем. Ну зевота же не обязательно признак того, что вы засыпаетесь. Зевота же это вот когда что-то нет, и когда вот это с кислородом, связанное с дыханием... Да, как-то у меня как-то все заводится в организме, и вот требует еще большего. Да кто же там зевает-то? Аня, вы, кстати, вот сказали про творческую составляющую. Девочки подсказывают, что когда кислорода не хватает, они говорят, о, зевают. Да. Ну, про зевоту это вообще много там всего интересного, но вы как раз тоже сказали, что вы про отдых, про творческую составляющую. Найдите хобби. Хобби. Ну, это вот та штука, которая в реальной жизни без выезда на моря и на все остальные штуки очень помогает. Вот кто чем занимается. Кто рисует, кто пишет, кто поет, кто танцует. Но ведь это же чудесно. Потому что вот это вот наше умение творчески выразить какие-то такие вот свои... Отдушина. Отдушина. Да. В хорошем смысле слова. Я себе, знаете, какую отдушину нашла? Я и пою. Ой, я тоже люблю петь. Да, причем это... Я убиваю много зайцев, потому что это и дыхательная гимнастика, и это очень интересно с точки зрения информации, потому что это музыкальная история. Но это, естественно, бешеное количество удовольствия, когда ты там просто вот в экстазе поешь определенные песни. Я поэтому люблю ездить за рулем. Когда я за рулем, я пою, меня никто не слышит. Мне не стыдно, мне хорошо. Это вообще здорово. Кстати, это тоже форма отдыха. Очень многие, кстати, очень многие женщины любят именно отдыхать за рулем. Да. Поэтому вот... Интересно отдыхать за рулем. А я вот... А я в душе пою, да? И в душе. А я в душе. Ну, в душе там и вообще все оперные. И в уборной, да. Что вы, я не знаю. Это же сам Бог велел, как говорится, в душе. А как помочь отдохнуться во второй половине? Потому что у мужчин тоже бывает, знаете, Особенно они напряжены, да? Свои стереотипы, связанные с отдыхом. Вы знаете, Оль, я вот как-то в течение своей, там, не знаю, жизни, практики и так далее, вот вопрос, как им помочь. Вот им можем помочь только тогда, когда они хотят, чтобы мы им помогли. Согласен. И тут другой вопрос, создаем ли мы им условия для отдыха. А потом вы же понимаете, что если мы говорим про мужчин, то для мужчин один из таких лучших отдыхов. Вот сейчас не говорю за всех мужчин, просто не сопротивляйтесь, кто сейчас говорит, это все не так. Это как раз, чтобы их не трогали. Вот. Не болтай со мной, не разговаривай со мной, женщина. Да, да. Общение с лесом. Общение, ну, вот охота. У кого-то, вот мой муж спортом занимается, например, вот его как-то охота его не особо, а вот спортом он с радостью, с удовольствием побегает, там, с мячом замечает. Да ради бога, пожалуйста, отдыхай, сколько влезет. Он не приходит вымотанный физически, но вот голова совершенно... Вообще, я думаю, то, что все-таки опредмечивать явление, это всегда как-то усугубляет ситуацию, то есть опредмечивает, когда я думаю, вот я пошел отдыхать, и тогда ты отдыхать точно не будешь. Это, знаете, как иногда хочется отдохнуть по полной программе, и именно когда ты планируешь эту полную, она не случается. Это как раз очень спонтанные такие вот яркие отдыхи, когда бывает. То есть какие все-таки можно сделать выводы? Планировать отдыхать? Как планировать тогда отдыхать, чтобы это не превратилось в свою противоположность какую-то? Я думаю, что нужно себя послушать очень хорошо, потому что иногда, например, про семейные истории в том числе, да? У меня, например, супруг очень долго отдыхал семьей. В том смысле, семьей для семьи, не для себя. А сам не отдыхал, а сам. Ну, он, понятно, что он вместе с нами был, но все-таки вот он не отдыхал так, как он хотел. Отдыхал для того, чтобы вывести семью такая ответственность у него. Спасибо ему, конечно, за это огромное, но просто ты понимаешь, что человек, ну, на самом деле, не отдыхает. И здесь вопрос услышать друг друга и отдыхать так, как тебе хочешь. Потому что я, например, обожаю, знаете, как бродильные отдыхи. Ходить мне тоже. Да, да, да. Вот для меня самый лучший отдых это, знаете, как для меня было понимание такое, когда мы съездили в Крым, и я в море искупалась один раз, я поняла, что-то такое. Это то же самое. Ура, девочки, нам нужно вместе ехать. Да, да, да. А вот, или мы, например, с дочкой ездили в Сеул, это был для меня такой отдых, потому что мы ходили, ходили, мы все время ходили. Ни минуты не было, чтобы вот мы там полежали звездочками, абсолютно это было шикарно. Вот для меня такой отдых. Кому-то нравится наоборот, вот они на пляже как-то себя лучше чувствуют. Я думаю, что тут каждый для себя... Представляешь, если с супругом не совпадать вообще, это же будет ужас какой-то, а не отдых. Он любит ходить, а я люблю лежать. Ой, ну можно же договариваться. Сегодня ходим, завтра лежим. Сегодня ходим, завтра лежим. Ну, конечно, так вот утрировано, тем не менее, если вы хотите проводить отпуск вместе, почему нет? Ну, вы знаете, мы же всегда говорим, что Вселенная шепчет, сверху нам подсказывает, и если научиться читать знаки на самом деле... Да, главное не приписывать этой Вселенной собственных хотелок, а то мы такие мастера в этом на самом деле. Вот смотри, Оля, допустим, как может отдых прийти спонтанно? Допустим, этому могут помочь дети. Дети очень хорошо чувствуют родителей, что с ними происходит. И заболеть в тот момент, когда маме надо отдохнуть. Взяла больничный, посидела с детьми, отдохнула от работы. Вот так вот. Вот я понимаю, человек на всему найдет объяснение, причем в самом практическом русле. Мам, млад, детство. Так это действительно, так оно и есть абсолютно. Дети-то вообще транслируют все, что происходит в семье. Великолепно. И поэтому, дорогие родители, дети просто так никогда не болеют. Обратите на это внимание. Учителя наши. Мы как-то говорили в наших эфирах про важность коммуникации. У нас как раз есть несколько минут для того, чтобы вернуться к этой теме. Потому что коммуникация, несмотря на свое сложное название, это просто общение. А отдых, это тоже часто общение. Так это же тоже вот одна из форм активности, когда мы разговариваем, получаем удовольствие от разговора, тогда это же отдых. Мы же сами знаем, да, как это иногда поговорил с человеком, прям на душе. На душе, конечно. При этом, все-таки, если мы говорим про бизнесовую какую-то тему, то тут общение немножко рассматривается с точки зрения эффективности. Как можно, используя определенные техники, быстро достичь результата. Вот сейчас речь не про обман, и не речь про то, что сказать там три слова, и человек сразу захочет делать то, что ты захочешь. А скорее, как донести свой... Да, это не НЛП. Это как донести свою мысль до другого. Потому что иногда это вопрос просто, скажем так, другого донесения, а человек сам по себе другой. Поэтому я вам хочу сказать, друзья, у меня в пятницу, в субботу будет тренинг по как раз эффективному общению, где как раз про это будем говорить. И самое вкусное в этом тренинге, для меня, я когда в свое время тоже тренинг проходила, это коммуникативные стили. То есть как посмотреть, как человек по-разному общается, и как подобрать к этим разным людям ключик. Потому что это оказывается совершенно возможно. И сделать это... Ну, это естественно, потому что, как мы говорим, человек же бриллиант и имеет очень много граней. И на самом деле эти грани человек видит в тех людях, которых он встретил. Поэтому в самом в нем все эти грани есть. Конечно. И в принципе он тогда очень легко может найти общий язык. Одна в Эстонии, когда он в Таллине, по-моему, или в Таллине он, значит, проживал, уже писал там, значит, в местной газете. И его одна знакомая спросила, у вас есть, друзья, подонки? И он сказал, преимущественно. Ну, даже не удивившись этому вопросу. Я к чему? Если окружает человека, ну, допустим, человек бывает, жалуется на окружение, к тому, что вот, что у меня на лбу написано, там, медом намазано, почему они ко мне липнут всякие там. Вот. Это что, тоже наше зеркало? Это зеркало, конечно. Конечно. Естественно. Это такая же легенда есть очень хорошая. Притча. Даже не легенда, а притча. Как вот сидит старец перед городом, и человек приходит, проходит мимо, а он говорит, что за город, спрашивает у старца. А старец говорит ему, а вы из какого города? Он говорит, я из того города, где очень плохие люди живут, все там было плохо, несправедливо и так далее. Он говорит, ну, это такой же город. Можете. Понятно. Да. Аленушка, вам слово предоставляется для того, чтобы еще раз сказать о важности правильного отдыха. Ах, друзья, любите себя. Что я вам хочу сказать? Потому что любите себя по-настоящему. То есть не лежать на диване. Потому что обедаться тортиками – это не любить себя. А любить себя – это когда мы себя чувствуем, понимаем, когда мы реально знаем, что мы хотим, знаем, как мы хотим отдыхать. И все это соединяем в гармоничной нашей жизни. И на самом деле вся эта суета-суета совершенно спокойно может быть как раз и в радость, когда мы понимаем, для чего эта суета и как мы вообще это все дело реализуем. Поэтому хорошего всем отдыха. Лето на дворе. Спасибо, Алена. Спасибо вам. Спасибо, Алена. Ну а мы, прежде чем проводить вас, я хочу анонсировать сюжет, который мы сейчас увидим. Он об отличиях мужчин от женщин. То есть тема, на которую вообще можно говорить бесконечно долго. Вот, это точно. Об отличиях двух полов можно спорить бесконечно. Предположений может быть огромное количество. Но давайте ориентироваться на факты. Назовем пять самых ярких. Итак, первый факт. Датский ученый Берг Бакенберг выяснил, что в мужском мозге клеток больше на 4 миллиона. Но по тестам женщины показывают результаты на 3% лучше, чем мужчины. Всему виной мозолистое тело, которое служит своеобразным кабелем между правым и левым полушариями мозга. У женщин это тело толще, чем у мужчин. Поэтому прекрасная половина может выполнять несколько дел сразу. И посуду мыть, и готовить, и стирать. А мужчина фокусируется только на одном занятии. Второй факт. Как правило, сильный пол не любит много говорить. А женщинам только дай волю. Вы знали, например, что мужчины используют больше терминов, в то время как женщины в речи опираются в основном лишь на интонации и эмоции. Поэтому наладить дела разговором лучше получается у женщин. Кстати, в день мы произносим до 8 тысяч слов, а мужчины лишь 4 тысячи. Третий факт. Дамы очень плохо ориентируются в пространстве. Для многих это огромная проблема. Тесты ученых Азии с использованием лабиринтов показали, что у мужчин 92% успешных решений, а у женщин только 8%. Четвертый факт. Мужчины лучше чувствуют горькое и соленое. Женщины же, как собирательницы фруктов, более тонко ощущают сладости. Вот поэтому мы так любим шоколад. И самый последний, пятый факт. Кожа женщины в 10 раз чувствительнее, чем кожа мужчины. Исследования английских ученых показали, что даже самый чувствительный в этом смысле мужчина не дотягивает до самой нечувствительной женщины. Зато мужская кожа толще женской, и поэтому у мужчин меньше морщин, и в старости они выглядят привлекательнее. Но, несмотря на все эти отличия, прекрасный и сильный пол просто замечательно дополняет друг друга. Ну, это же великолепно просто. У мужчин кожа толще, поэтому у них морщин меньше. Ты это имела в виду? Ооо, так нечестно. Что делать? Детей тоже выражаем, воспитываем чаще всего. Ну что, я хочу сказать, что замечательно прошла у нас беседа. Мне очень понравились, во-первых, упражнения. Мы сегодня их опробуем ночью, да? Но у меня там свои упражнения, я же центр духовности посещаю. Ох, ох, ох. А давай сделаем эксперимент. Давай в течение недели, когда будет время, мы действительно попробуем, потом поделимся впечатлениями, что и как работает. Ну, а насчет отличия мужчин от женщин, я полагаю, ты как психолог вообще об этом все должна знать. О, Оля. Никто никогда ничего на 100% не знает. Да, она 100% не знает, так же, как и нет абсолютной истины. Естественно, наоборот, как говорят, становятся психологами те люди, у которых у самих большие проблемы. Не проблемы, а проблемные вопросы, которые мы, наверное, психологи, профессионалы решаем, ну, решаем, пытаемся решить, и за период, пока мы эти проблемы решаем, зато потом появляется опыт для того, чтобы помочь другим людям. Ну, а отличия мужчин от женщин, естественно, как говорят, мужчина небо, женщина земля, и небо не может без земли, и земля не может без неба. Так что тут говорить о том, что может ли существовать одно... Одно из другого? Да. Нет. Я думаю, нет. Это точно нет. А в остальном отличия действительно есть. И отличия не для того, чтобы их как-то разграничить, а для того, чтобы дополнить друг друга. Так же, как небо дополняет, и так же, как и земля наполняет. Кстати, ты говорила о том, что нет, все в мире относительно, все в мире уточняется, я хочу добавить, почему. 20 мая, это, по-моему, день метрологии же, да, отмечаем мы? Так вот, именно в этот день... Я не знала. Значит, именно сегодня историческое вообще событие, потому что, по-моему, отказываются в некоторых мерах весов и измерения отказываются от тех стандартов, которые были приняты еще в 1800 каком-то году. Например? Потому что килограмм там, джоуль, кельвин, там что-то такое, будут основываться теперь в этих точных измерениях. Они по-прежнему будут. Международная система мер, она будет существовать, но она будет основываться уже не на весе, как говорится, а на каких-то физических константах. Надо точно посмотреть. Ух ты, круто! Вот посмотришь, это очень интересно. Даже там есть какие-то сведения, все уточняется. А все то, что говорят, тогда, получается, человек начинает вот с новым тысячелетием больше чувствовать. Все меняется, да, все меняется. Мы поговорим об этом за эфиром, а вам предоставляем право посмотреть рекламу. Но мы не только поговорили за эфиром, мы еще и успели встретить нашу гостью, замечательную, долгожданную Алену Атласову, депутата УТМЭНа на линии. Здравствуйте! Здравствуйте! А мне вот в двое дни приятно вас встречать, потому что мы с вами в одной организации подруги Джоголяш. Вот это да. Ну, сначала что делаем? Сначала официальная часть, да? У нас какие-то произошли замечательные просто изменения в части статуса многодетных семей. Давайте начнем с этого. О статусе многодетной семьи. Начнем с этого. Я хотела начать с отдыха. Но раз, Ольга, вы интересуетесь, и это действительно очень важно для наших телезрителей, мы будем его рассматривать во втором чтении парламента, потому что этот законопроект был внесен Комитетом по делам семьи и детства, был рассмотрен в первом чтении 30 марта, и по, скажем, поручению главы Республики Айсена Николаева, потому что он концептуально поддержал, и это очень важно, потому что законопроект имеет финансовую составляющую. То есть круг многодетных семей расширяется до 23 лет. Дети, которые обучаются очно и служат в армии, они будут входить. Если вот закон у нас действующий сейчас, ему уже больше 10 лет, об охране семьи, материнства, отцовства и детства, там до 18 лет. То есть мы вносим изменения в этот закон, и в то же время сделали новый законопроект, который именно помогает многодетным семьям поддерживать своих детей, потому что даже если они выросли, конечно, они нуждаются в нашей поддержке. И сейчас у нас уже отработала рабочая комиссия, три совещания провели. Это, ну, получилась действительно конструктивная работа с правительством, потому что средства госбюджета необходимо было посчитать и найти. Соответственно, сейчас мы имеем цифры, насколько человек расширится, мера поддержки, и насколько, получается, это повлияет на бюджет. Но если в простых словах, то что приобретут многодетные семьи? Какие возможности у них появятся? Возможности. Ну, начнем с того, что на Дальнем Востоке в ноябре прошлого года дополнительно к субсидированным авиабилетам получателям добавились еще многодетные семьи, родители. Отец или мать, да, они могут съездить до городов Москва, Санкт-Петербург с субсидированными билетами. Например, туда-обратно получается всего 14 тысяч. А так получилось, что родителю, у которых дети поступили учиться, исполнилось 18 лет, и они лишились того, чтобы пользоваться вот этой услугой и субсидиями. Соответственно, сейчас, если законопроект будет принят, то они могут уже ездить и смотреть за своими детьми, как же они в общежитии, например, устроились, как они служат в армии. И действительно, это будет большая помощь для конкретной семьи. Но есть еще дополнительно очень много, скажем, мер поддержки государства, которые касаются многодетных семей. Поэтому мы вот посчитали, сколько же необходимы будут дополнительные средства. А вот меня интересует, я тоже многодетная мама, по поводу ЖКХ, оплаты ЖКХ. Там, если по всей России я знаю, что есть скидка для многодетных, субсидий. Но у нас пока нет, да, получается? Вообще у нас по коммунальным услугам уже республика субсидирует. То есть практически получается так, что мы... По-моему, достаточно давно эта программа действует. Да, мы платим меньше, но еще есть субсидии для тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума. Так как у нас всегда в заходах в порядке, но я тоже не пользуюсь никакими этими льготами, хотя мы тоже многодетные семьи. Но сейчас в этом плане у нас идет работа, потому что мы провели круглый стол о мерах государственной поддержки. И в резолюции как раз многодетные семьи ставили этот вопрос. Потому что в некоторых регионах 30%, 50%, да. Но тем более еще беспокоит то, что вот сейчас дополнительно мы оплачиваем еще твердые коммунальные отходы. И, соответственно, в этом направлении у нас в комитете по делам семьи и детства идет работа. Ура, спасибо. Хорошо. Так, ну а вот теперь об отдыхе. Как отдыхают депутаты Илтумана? Да, да, да. Ну, отдыхать, конечно, надо. Я не могу обо всем говорить. Да, вы за всех не говорите, хотя бы за себя и близко. Очень хорошо, что вот сейчас такая пора. Мужчины, если говорить о народных депутатах, то традиционно мужчины поехали на охоту. А что касается меня, конечно, я семейный человек, мы отдыхаем семьей. Отдыхать нужно. И, конечно, это лучше делать семьей, потому что это общие воспоминания. Это кругозор детей развивается. И сейчас, кстати, в комитете по делам семьи и детства мы в стратегию Республики Саха-Якуте тоже внесли свое предложение о развитии инфраструктуры семейного отдыха. Действительно, чтобы не только ребенок был в лагере отдельно, а чтобы вся семья могла отдыхать. Но это предложение, над которым... Стратегия это когда планы действий, планы работы. Но план-то хороший. Да, и мы его приняли в прошлом году, стратегию, и в эту стратегию мы включили такое предложение. Ну и, соответственно, то, что касается сейчас летнего отдыха, детских лагерей, конечно, мы сейчас, родители, думаем, чем же наши дети будут заниматься летом. В этом направлении тоже у нас работа проводится. Это буквально первый законопроект в шестом созыве у меня был об организации отдыха и оздоровления детей. То есть, согласно этому закону, сейчас государственная власть, муниципалитет обязаны размещать на сайте, вести реестр организации, кто предоставляет отдых детям и организует отдых детям и оздоровляет их. А вообще какие-то есть же категории? Как подразделяются эти категории, которые могут получать субсидии на детский летний отдых? Ну мы все о льготах. Да, конечно. У кого же только это интересно? Да, действительно. Но на самом деле летний отдых детей от муниципалитета он должен быть бесплатный. Соответственно, какую-то часть, либо родитель платит. Есть отдельная категория родителей, которые входят. Это многодетные семьи. А где подсмотреть-то вот этих всех категорий? Это все на портале Министерства образования города нашей республики. И в то же время Управление образования города Якутска. Это должно быть размещено, поскольку мы закон такой приняли о том, что родители должны быть информированы. Именно сейчас современные... То есть вы набрали в своем гаджете, посмотрели, где отдыхать вашему ребенку, то уже вы видите реестр организации, кто этим занимается. В то же время сейчас вот в Государственной Думе идут такие предложения и обсуждение направления вот вообще семейного отдыха, инфраструктуры семейного отдыха. Соответственно, чтобы ребенок отдыхал вместе с родителем. То есть какие-то будут вводиться вот семейные сертификаты семейного отдыха, да? То есть это уже будут пансионы или по-прежнему детские лагеря вот эти? Можно и детские лагеря, и причем... Вы понимаете, если это будут детские лагеря, я простите, что перебиваю, я просто знаю нас, родители. Мы же переругаемся там все, родители. Дети, когда ругаются, бог с ними, там есть вожатый, он разрулит все какие-то ситуации. Но если туда подключатся родители, это же до суда может дойти. Я не думаю, что такое может быть. Если правильно организовать такой отдых, то будет, наоборот, очень позитивный, хороший отдых. Он моего ребенка зубной пастой намазал. Причем у меня есть опыт. Воспитываем родителей. Да, у нас есть опыт. Я до работы председателем комитета по делам семьи и детства 17 лет руководила некоммерческой организацией Благотворительный фонд. Это родительская организация. И у нас есть уникальный опыт проведения вот таких совместных лагерей. Дело в том, что когда мы говорили о детском отдыхе, когда узнают, что ребенок болел раком, все говорят, мы не можем брать на такую ответственность, мы не берем, мы не можем вашего ребенка взять. Поэтому мы решили идти другим путем. Мы организовали сами лагеря летние. Соответственно, за весь период, за 10 лет мы провели 10 лагерей. Три последних мы сделали на Черном море. И здесь важный факт. Представьте вот родителя, да, как он может отдать своего ребенка, который действительно вот совсем недавно болел очень серьезной болезнью. Мы пошли другим путем. Ну, конечно, мы на отдых, на наши мероприятия всегда и приглашали сиблингов, потому что, когда болеет ребенок, то в семье страдают и родные, и братья, и сестры. Их тоже надо репетировать, их тоже надо оздоравливать. Соответственно, мы брали. Но когда мы стали проводить лагерь, мы пригласили мам тоже. То есть 15-дневный или 21-дневный такой летний отдых. Причем все были в лагере. Это начали с основного убора, еще до реконструкции. И это был субсидированный отдых? Вы знаете, это на гранты. Наша организация писала проект, выигрывала гранты со всех. Ну, помогали очень много людей. То есть родители неполную стоимость платили? Для родителей и для детей это было абсолютно бесплатно. Причем для родителей это был отдельный отряд, чтобы мамочки как раз-таки не переругались. И они практически получаются... На тех же основаниях, что идут. На тех же основаниях и конкурсы, да, и психологический тренинг трехдневный проводили. А три последних вот на Черном море, ну, практически очень хорошей инфраструктуре лагеря, мы доказали, что такой отдых очень эффективен и возможен. Главное, все правильно организовать и особых условий, каких-то вот уникальных, особенных условий для инфраструктуры не нужно. Главное, надо желание, ну, и брать кому-то надо ответственность на себя. Ну, это очень хороший опыт, мне кажется. Мне даже как-то, я подумала, что мамочки, наверное, дружились. Мамочки могут иначе увидеть своего ребенка, а ребенок может совсем иначе... Да, и свои возможности переоценить в лучшую сторону. Да, так что это все полезно. Здесь обязательно, вот я услышала вашего психолога, здесь обязательно нужен психолог. Конечно, бывают моменты, когда мальчики дерутся, и на вечернем обсуждении, это называется огонек, начинают, конечно, родители, у кого там ребенка обители, да, вот так, да. Ну вот, и получается, здесь обязательно работа психолога, и после вот общения работы психолога, конечно, и родители начинают по-другому относиться к своему ребенку, вообще вот к ситуации, да. И действительно, вот те лагеря, которые мы провели, были очень переломным моментом для тех семей, которые прошли, потому что когда ребенок болеет, конечно, родители, это получается гиперопека, не дай бог там заболеть еще раз, да. То есть очень много таких установок, которые ограждают детей от общества. А эти лагеря как раз-таки были ориентированы на цель на то, чтобы ребенок вот раскрылся и начал дружить, научился дружить, научился заново общаться, и тем социализировался, вернулся в общество. Ну, мы желаем, чтобы ваша инициатива получила какое-то развитие, причем не какое-то, а весьма большое. Очень хорошее дело делайте. У вас есть буквально секунд 50, чтобы обратиться к нашим телезрителям, сказать им свое доброе слово. Ну, дорогие зрители, наступает прекрасная пора. Желаю всем прекрасного отдыха. И сделайте так, чтобы этот отдых был семьей, с детьми и с любимыми людьми. Спасибо. Ну, а хотя мы не услышали все-таки, как отдыхают депутаты ЛТМН, ну, я думаю, что точно так же, как и мы, потому что депутаты, это прежде всего люди. Но зато мы теперь знаем, сколько много инициатив направленных действительно на то, чтобы сделать нашу жизнь лучше, проще, разнообразнее и даже богаче, потому что вы экономите наши деньги своими законопроектами. И за это вам вот от нас, от лица нашей программы большое вам спасибо. Ну что, спасибо, что вы нашли время в своем городе. Ну, а мы с вами ненадолго прервемся, на одну минутку буквально. Ну что, впереди у нас еще один сюжет. Не спешите выбрасывать старые вещи. Если кажется вам, что что-то вышло из моды, эта мода всегда может вернуться. Поэтому модное ретро – это всегда в теме. Мир меняется с огромной скоростью, и вещи, которые были распространены еще 10 лет назад, а то и больше, постепенно забываются. Но все равно некоторые из них время от времени снова обретают популярность. И тогда заброшенные на чердак вещи вновь становятся самыми любимыми и модными. Что же сейчас к нам вернулось из прошлого? Например, тот же ежедневник. Кто в детстве не имел в своем арсенале несколько разных блокнотов, в которых можно было записывать стихи, различные рецепты, тайны и другую очень полезную информацию. Сейчас почти у каждого обязательно имеется ежедневник. Да, он снова в моде является отличным помощником, с которым можно грамотно спланировать свое время и, возможно, проявить свои творческие способности. А помните знаменитый полароид? Он вернулся к нам немного в другом виде, но смысл остался тот же. Это же так интересно – сделать кадр, встряхнуть карточку и получить живой снимок. Может, это и не практично, но атмосферно. Поэтому фотоаппараты, делающие мгновенные снимки, и стали снова очень популярны. Что касается интерьера, то любители ретро-стиля часто в качестве декора используют проигрыватель с виниловыми пластинками. В магазинах можно найти много новых моделей и слушать современную музыку, которую также выпускают на пластинках. Подобный звук ни с чем не сравнить. Теперь про обувь. В гардероб модниц вернулся толстый каблук. Это главный тренд 70-х и 80-х годов. Он элегантно смотрелся как с платьями, так и с джинсами. Собственно, сегодня ничего не изменилось. Этот каблук вновь актуален и, что немаловажно, очень удобен. А про платье в бельевом стиле и говорить нечего. Кажется, что оно есть буквально у всех. Это универсальная вещь, которая была в моде в конце 20-го века. Сегодня один из любимых атрибутов любой модницы. Захотела – украсила его грубыми сапогами и косухой. Захотела – тонкой шпилькой и струящимся кардиганом. В общем, моду на винтаж стоит благодарить хотя бы за такую незаменимую вещь. И последнее – это оверсайз костюм. Помните, как вплоть до нулевых все носили пиджаки с огромными несуразными плечами, от которых потом еще добрых 15 лет пытались избавиться и навсегда забыть. Однако частично эта мода снова вернулась благодаря звездам. Только теперь огромные плечи не выпирают, а аккуратно свисают на хрупких женских плечиках. Покупать такой костюм вовсе не обязательно. Можно одолжить у любимого мужчины, папы или брата. На этом все. Берегите вещи. Кто знает, может, через несколько лет они снова будут актуальны. НОСТАЛЬЖИ Не зря, не зря эта отбивочка прозвучала. Действительно, мы в своей программе встречаем гостей. Здравствуйте! Это Никифор Иванов, это Анатолий Хохолов, которые могут похвастать громким, хотя и не гласным, званием собирателей всего интересного, редкого, старинного и не очень. Так? Да, так. Как вас затянуло? Как вы дошли до жизни такой? Ну, все началось, как у всех советских школьников в детстве. То есть начинали там с жвачек, потом перешли на марки, монеты. Стоп, стоп, стоп. Давайте мы вам микрофон. А что, камера не работает, да? Появилось все. Маленькая техническая нововязка, ничего. Ну, все советские школьники что-то собирали. Значки. Я марки. Марки, да, вот монеты, банкноты. Потом собирали, что еще у нас? Открытки. Я собирала фантики. Фантики, вот. Фантики собирала от жвачек. Да, от жвачек, от конфет. Да, очень много было. Малая еще. Сейчас, в принципе, вот это тоже начинает возрождаться, интерес к коллекционированию у детей. Ну, конечно, уже не марки, а больше монеты. Ну, иностранные деньги, потому что они ездят отдыхать за рубеж, привозят оттуда монетки, меняются в классе, кто-то собирает. Так что, в принципе, у нас уже как бы ренессанс коллекционирования наступает. А вы лично что собираете? Ой, у меня интересов очень много. Часть вот мы принесли с Анатолием сюда, показать вам. Это мы еще посмотрим. Да. А так, боны, монеты, жетоны, якутская тематика, транспортные карты, упаковка от бумажных денег, жетоны метро. В общем, все-все-все-все собираете. А здесь у нас как? Что тебе интересно, то и собираешь. А Анатолий что собирает? Я тоже собираю монеты, деньги, старинные, можно сказать, фотоаппараты. У меня 79 штук. Боже мой, где все это помещается? Как именно, да. Потом брелки, брошки, типа, в виде фотоаппаратов у меня с собой здесь. То есть, если мы придем к вам домой, у вас как в музее полочки и экспозиции? Нет, все скрыто. Нет? Нет. А как? Пока негде расположить. Еще я собираю Николая Гоголя книги «Ревизор». Круто. Вот это да, разных изданий. Да. Это же вообще класс. 45 изданий у меня. О, 45. Это связано с его профессиональной деятельностью. Ревизором работает. Да, поподробнее, пожалуйста. Почему «Ревизор»? Вы «Ревизор»? Ну да, коллеги. Да. Это профессиональный интерес. Есть ли какие-то различия в этих изданиях? Текстовом, в иллюстрационном плане, да? Есть и «Как обучать». Например, 15 уроков можно провести именно по «Ревизору» в школе. Вот это да. Вам пора читать лекции уже. Да. Или уже читаете? Нет, пока. А давайте рассмотрим ближе вашу коллекцию замечательную. Да, пойдемте. Которую вы принесли. Чуток, так сказать. Маленький кусочек вашей коллекции. Вот я специально принес показать вам юбилейные выпуски московского метрополитена. Было вот 80 лет. Начиная с 1935 года у нас появились вот такие жетоны метро. Ну, с 61 по 91 год были пятикопеечные монеты вот здесь. Потом с 91 года началась инфляция и пятнашки. А я все время думала, вот я же рассказывала до эфира. Да, Аня рассказала, что однажды ее обманули, вместо 10 рублей отдали этот жетончик. Не однажды, а перед Москвой. Знаете, это был знак. Скоро поедешь в Москву, и вот тебе, пожалуйста, жетончик. Так это же хорошо тогда. Он у меня в кошельке. Вот Санкт-Петербург тоже отметился выпуском юбилейных жетонов. Это у нас получается в 1955 году были запущены первые станции, первая линия метро. И вот они продолжают выпускать юбилейные памятные жетоны по вот этим станциям, по вагонам метро. И это все в свободном доступе? Да, на станциях метро продается. Да, это везде продается. Да, это специальная сувенирная продукция. Давайте к книгам перейдем, может. Ну вот у меня, например, книга «Ревизор» 1905 года Николая Гоголя. Вот есть 30-е годы. Это 45-й год. Это не 40, а 905-й. 905-й, да. 905-й год. 905-й год. Вот еще одна книга «Гоголь». Здесь статья Луначарского именно в этой книге. Как предисловие. Да. Как здорово. И также я собираю вот марки про Сталина. Так. Вот эта марка, она была выпущена, надпечатка называется, на другую марку наносится изображение. Здесь тройка «Сталин», «Рузвельт», «Черчель». 10 мая 1945 года в честь победы Колумбия выпустила марку. Вот это да. Редкая у вас. Да. О, здесь здесь Иосиф Иссор Иванович получается. Да, у меня марки именно со Сталином. Самый красивый мужчина. Иосиф Иссор Иванович Сталин. Есть такое дело. Также я собираю вот... Анечка, покажи. Классиковые карты. Сахателеком. Так. Транспортные карты. Нет. Телефонные. Телефонные. Они использовались автоматами. А, точно. Было, было. Было. Да, я пользовалась. Телефонах. Были игровые карты. Телефонные карты. И джинсы. Вот, например, МТС. Это уже из карты. Да, да, да. Кто-то это выбрасывал. Пополнять телефон называется. Да. Пополнять телефон. А вот коллекционеры именно сохраняют историю. А это? У нас... Да, вот я хотел бы показать. Вы не спешите все собрать. Получается, это упаковка от бумажных денег. Это вот у меня 93-й год, 92-й. Вот советские. Ну, они такие неприглядные, они такие красивые. Вот от пятирублевок. Тоже это... Ну, мусор, кто-то скажет. А для нас, коллекционеров, это дополнительный материал. Это такой штрих к эпохе. К портрету эпохи. Вот ты раньше лентами вот так пачку упаковал. Вам что-то дарят или как вы сами купите? Где вы их берете? Ну, когда как. Приходится покупать, искать. Некоторые что-то дарят. Потом тут у меня еще... Вы вот так таинственно эту коробочку держите? Нет, у меня здесь как бы фотоаппараты. Ой. Брошки и брелки с фотоаппаратами. Держите, держите. Я хочу посмотреть. Держите. Это брелки, получается. Брелки, брошки. Некоторые из них еще можно даже нажать. И они работают? Ну, как бы, да. А, какая прелесть вообще. Ну, сперва я начал с настоящих фотоаппаратов. А сейчас еще и такие. У меня нет поэтому. Настоящих 79, да? Да, настоящих 79. Вот это да. Там разные есть у меня фотоаппараты. Послушайте. И вот эти вот монетки. Это жетоны. А, это жетоны. Ну, здесь, например, вот интересные. Руки в бар, гараж. Это мне знакомо очень хорошо. Да, руки в бар, гараж. И в бар посещала. А там, потому что наши друзья съемки проводили без конца. Наша работа. Да, да. Вот эти жетоны. Я про них статью написал в петербургском коллекционере. Да. Рассказал, да. А вот эти вот три жетоны, вот с иноугурации Михаила... Ай, Михаила Ефимовича, говорю. А сена... А сена Николаевича. Сена Николаевича Ефимова. А зачем эти жетончики выдавали? Выдавали гостям иноугурации памятные. Вот это да. Слушайте, ну мы желаем, конечно, чтобы ваше увлечение нашло такое хорошее развитие, чтобы история наша сохранялась. Да, вот эти два жетончика в Нерюнгре использовались как скидочные купоны. Ой, как здорово. Нерюнгринские. И, конечно, желаю, чтобы вы со своими единомышленниками не только общий язык находили, но еще и нашли площадки, на которых размещать все свое богатство. Да. Спасибо вам большое, что вы нам часть... То есть скоро откроете музей? Да, часть этого богатства показали. Я, кстати, надеюсь, что мы в нашу рубрику будем постоянно приглашать кого-то от вас, и, соответственно, будем больше знать об истории и Якутска, и Якутии, и всей нашей страны. 2 июня будет съезд. Спасибо. Ждем. 2 июня будет съезд.